Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал «Экзегет» пришел следующий библейский вопрос. Объясните, пожалуйста, кому обращены слова из Псалма 23-го. Возьмите врата князя ваши и возьмите со врата вечная. В тексте нет запятых перед словом, кому и кому не обращаются. Что понимать, под вратами, князьями, куда внидет царь славы и что это вообще за царь славы. Объясняем. Когда царь, пророк, псалмопевец Давид завоевал Иерусалим у Ивусеев, кажется, то стал вопрос переноса ковчега завета из дома Авидарина в Иерусалим. Иерусалим город древний, в городах древних стены большие, толстые, каменные, и ворота, поднимающиеся вверх. Не так у нас сейчас справа или налево, а вверх и вниз. И если простые путники или купцы приходили в город, ворота поднимались чуть-чуть, а если кто-то посолиднее, уже поднимались наполовину, а если сам Господь в ковчеге завета невидимо входит, то, естественно, ворота эти надо было поднять на самую-самую большую высоту, так, чтобы их и не видно было. Вот и говорит пророк Давид, возьмите врата вашего и возьмите врата вечные. Эти же ворота назывались воротами вечными, ну, как бы неприступными, ни одно вражеское полчаса взять их, мол, не могло, поэтому ворота вечные. С города может быть что угодно, дома может быть сожжены, люди введены в рабство, а ворота будут стоять долго и вечно. И вот в процессе левитов несёт ковчег завета, на ковчеге завета ещё изображение двух херувимов, достаточно высокое, то есть чисто технически ворота надо было поднять как можно больше, но про духовную составляющую я вообще молчу. Царь славы входит в Сион. Возьмите врата ваши и возьмите все ворота вечные, и в ней идет царь славы. Ну, а если говорить о толковании духовном, то нам бы тоже хорошо бы в сердце нашем освободить местечко для Господа Бога, поднять ворота зависти, эгоизма, серебролюбия, раздражения, эгоцентризма как можно выше, чтобы вообще не было этих ворот между нашим сердцем и Господом Богом, чтобы царь слава вошёл в нас и битель у нас сотворил. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok